Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем очередную передачу в рамках авторской программы «Профессор доступно о важном». Сегодня тема нашей передачи – научно-образовательный потенциал физической культуры и спорта в республике Саха-Якутия. В связи с этим мы пригласили к нам в студию очень интересного гостя. Это Платонов Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета. Он является заслуженным работником физической культуры и спорта Российской Федерации и республики Саха-Якутия, также почетным работником высшего профессионального образования в России, отличником физической культуры и спорта России и республики, почетным гражданином Хангалацкого луса, мастером спорта республики Саха-Якутия по легкой атлетике. И в данное время он возглавляет общественный совет при Министерстве по физической культуре и спорту республики Саха-Якутия. Добрый день, Дмитрий Николаевич, очень рад вас видеть. Да, наша передача проходит в прямом эфире и в студии у нас режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов, редактор нашей программы Сарглана Антонова. Ну, начнем с нуля, как говорится. Начнем с детства. Где родились, какую школу заканчивали и когда начали заниматься физической культурой и спортом и поняли, что это для вас смысл жизни. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Ну, я родом сам из Хангала-Сколуса. Когда я еще в 1956 году появился на этот свет, этот улус назывался Женикидовским. Я родился в семье педагогов Николая Дмитриевича Евдокии Васильевна Платоновых. Ну, и закончил, учился и закончил булганехтадскую среднюю школу. Я, например, излишне даже как бы внутренне очень горд, что я родился в этом улусе. В этом селе. И семья у нас состояла из 10 человек. Ну, и в последующем у нас, может быть, это решило воспитание наших родителей. Все стали педагогами. У нас было 5 мужчин и 5 женщин. Все они вот педагоги. Ну, и обучаясь в школе, ну, я сам, как говорится, с детства, с детского сада был очень подвижный. Отец у меня преподавал и уроки физической культуры, родного языка, истории. Ну, в те времена учитель мог вот так преподавать, был очень широкого профиля. Поэтому братья, сестры тоже были, занимались спортом. Поэтому я тоже, как бы, мне было ненувано. Но в школе я очень, как говорится, тесно увлекся лыжными гонками, легкой атлетикой, спортивными играми. Но благодаря своим учителям физической культуры, которые к нам пришли работать, я их считаю очень талантливыми, но какими-то такими умными людьми, которые нашли общий язык, находили общий язык с детьми, с деревенскими детьми и привлекли их к спорту, физической культуре. И в последующем не просто направляли нас. Таким человеком был мой учитель, тренер, уроженец Усалданского улуса. В те времена он, оказывается, закончил Красноярский техникум физической культуры. И пришел Семен Петрович Ушницкий, который к нам относился, скажем, как к своими детьми. Приходя в школу, он мимоходом забирал нас из дома. После тренировки обратно почти домой заводил. Мог, если устаешь, сахар с чаем там попить прямо на тренировке, но у нас была своя, как бы, организовала своя спортивная смена. И девушки, и ребята. Ну, в последующем вот двое-трое у них поступили в физкультурные институты, в том числе и я. Ну, и всю свою жизнь вот мы посвятили своей деятельности на физкультуре, культуре и спорту. Я думаю, что начало, в основном, то, что я стал работником физкультуры, это заложено в семье и в учителе школы. Дмитрий Николаевич, ну, я хотел бы отметить и более того поздравить, что вы решением главы республики Саха-Якутия признаны такой самой лучшей педагогической династией в республике Саха-Якутия. Большой, эффективной. И я, конечно же, хотел бы прежде всего и поздравить, и поблагодарить главу за эту высокую оценку. На самом деле я знаю вот некоторых представителей вашей педагогической династии. Например, Руслан Николаевич меня учил по Кровской средней школе, по физике. Луиза Николаевна была моей однокурсницей, когда я учился в Якутском педоучилище. Николай Николаевич, значит, учил меня по Кровской детской спортивной школе, в том числе прыгать в высоту способом фосбери флоп. Вот расскажите, пожалуйста, а еще кто такие есть в вашей педагогической династии? Тем более этот год у нас год педагога и наставника, и я думаю, что очень актуально то, что вы именно в этот год признаны такой большой педагогической династией. — Так, спасибо. Вот этот год в педагогии и наставничества, я знаю, что прошел конкурс на трудовые вот эти как раз и династии. Я очень благодарен, что Хангаловский улуз дал на конкурс вот нашу династию. — Представил. — Да, представили, полностью собрали и так далее. Сколько лет кто где работал. И вот то, что мы стали победителями и вошли в книгу почета нашей спорки, конечно, в какой-то мере есть конкретно заслуга нашего Хангаловского улуза. Ну, отец, мать, я, как уже говорил, это учителя. Старшая сестра у меня, Анфиса Николаевна, тоже была у нас учителем начальных классов. Она в последующем работала вот в Качакадском посолке, была и учителем, пионервожатым, представителем сельсовета и так далее. Очень активного, как бы, жизненной позиции человек. Лидия Николаевна Максимова у нас была учителем английского языка, проработала 25 лет директором школы номер 17 города Якутского. Это тоже заслуженный работник республики Саха-Якутия, учитель. Ну и Гаврил Николаевич, также учитель русского языка. Он работал в Сунтарском улузе, также учителем. Руслан Николаевич, учитель физики, Николай Николаевич, учитель физической культуры, Светлана Николаевна, учитель русского языка, Зинаида Николаевна, учитель русского языка, я учитель физической культуры, и младшая сестренка Луиза Николаевна, тоже учитель физической культуры. То есть получилось, что у нас один физик, русский язык почти половина, и учителя физической культуры, и английский язык. Вот так мы разделились. Ну и наши дети, конечно, тоже некоторые, в основном у старших наших сестер, братьев, также стали учителя, а вот моли, например, младше, у меня четверо детей, только одна стала педагогом, остальные нет, они уже ушли по другой сфере. Ну, нашим телезрителям, радиослушателям интересно вот становление человека. Вот вы начали заниматься спортом, был у меня в Татской средней школе. Далее, где вы учились, где подстегали азы науки? Я все равно остановлюсь на родителях, Александр Николаевич. Родители, особенно у меня мать, это была, скажем, глава семьи и направляющий такой стержень всех нас, и сыновей, и дочерей. Она всегда говорила, если вы не будете учиться и не имеете иметь высшее образование, то в этой жизни вы никем не будете. Это четко у нас у всех в голове сидело. Поэтому я уже знал, скажем, в восьмом классе, уже знал, что я буду учить олимпийскую культуру. Куда я пойду, как буду учиться. И когда мне в десятом классе дали направление на работать, я отказался идти работать. Вот это был, конечно, большой резонанс. Я поступил в Якутское педагогическое училище в 73-м году. Ну и в 78-м году я успешно закончил. А в 78-м попал 5% лучших выпускников этого училища. И по направлению поступил в Благовещенский педагогический институт. Там я учился. Мне очень нравилось учиться. Почему? Потому что, не знаю, может быть, и педагог был у меня уже заложен. Ну и учителя тоже. И в училище, скажем, как Вера Петровна Масагусова, как Дория Ивановича, и многих я могу перечислять. Это были настоящие педагоги, которые нам дали основу, скажем, основу развития и становления личности. А в институте я эту личность, можно сказать, уже немножко огранку делал. Там тоже у нас были свои очень хорошие педагогики. Мой тренер Шипановский Юрий Дмитриевич, Винокуров Владимир Михайлович. Вот эти очень хорошие учителя были. И наш декан Башмакова, тоже очень хорошие вот такие у наших преподавателей были, которые нас конкретно поставили, скажем, в колью, жизненную колью. И сразу после окончания физкультурного института мне дали направление Якутский государственный университет. Я прошел, поступил на кафедру физовоспитания ассистентом. И вот, скажем, уже почти 42 года я работал... 39 я работал в Северо-Восточном федеральном университете. Прошел от ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, потом деканом, ну и директором института физической культуры и спорта. Вот, закончив, когда 20 лет проработал директором института, ну, я как бы по приглашению ректора Арктического государственного университета пошел туда работать заведующим кафедром. Тоже там очень хорошие свои планы есть. Но я думаю, мы должны ее тоже... Но вы уже успешно провели несколько конференций, в том числе с международным участием. Вот хотелось бы отметить основание института физической культуры и спорта при Северо-Восточном федеральном университете. Кто такие стояли у истоков? Кого бы вы выделили из профессорского преподавательского состава того времени? Ну, это был... Вышел указ 3 февраля 1999 года, указ первого президента Михаила Алексея Николаева о создании Якузском государственном университете института физической культуры и спорта. В то время я был деканом факультета физической культуры и спорта. И как раз вот в связи с этим указом нас всех собрали, и мы получили конкретно задание на всю документацию и так далее. И Министерство образования России. В то время у нас был департамент, которым тоже мы непосредственно связаны с открытием. И начали уже, как говорится, всю документацию собрать. Но в основном, конечно, в то время тот коллектив, который со мной работал, был Прокопьев Аркадий Тихонович. На одно время тоже хорошо проработавший и первым заместителем министра и так далее. Он тогда был заведующим. Документацию в основном мы с ним вдвоем собрали. Ну и я думаю, мы ее собрали успешно. Успешно. Потому что уже вышел приказ в 24 ноября о реорганизации факультета институтно. И уже Михаил Ефимович, 15 человек, я как помню, собрал и назначил, после назначения собрал и всем врусил молодым директорам. Это МИД института, финансо-экономическое института. Всем врусил портфель молодым директорам. Этот портфель я до сих пор храню. Он у меня лежит, хотя старенький. Но это портфель, который поставил у нас настоящий путь. Ну и, конечно, основателем в то время стала кафедра теории методики физической культуры и гимнастики заведующий Шамаев Николай Калинович. Тогда он был еще кандидатом педагогических наук. Но этот коллега очень ревностно относился к подготовке специалистов. Поэтому он, конечно, для меня стал основной опорой. Основной опорой и основная капитра, которую вела она. Ну а в последующем, конечно, мне очень повезло со своими кадрами. И Андрехинская Лидия Сергеевна изъявила желание и пришла работать у меня заместителем по учебной работе. А свою нагрузку она взяла. Пять лет все тянуло. Я, как говорится, по учебной работе в связи с этим был очень спокоен. Портнягин Иосифович, доктор. Тогда он тоже защитился. Педагогист их наук. Науку он взял. И в последующем. Поэтому вот за пять лет мы сделали такое, скажем, восстановление института, как такое, как учебное заведение, небольшой рвок. Я им очень благодарен. Всем, кто в это время работал. И молодые уже в то время начали защищаться. Вот, например, Сергей Анафанасьев защищился на последующем. И хорошо Кузьменко, Александр Георгиевич. И свои местные наши кадры уже стали остепененными кандидатами педагогических наук. И в то же время взялся за докторскую диссертацию Шамаф Николай Каринович. Это, скажем, он даже какое-то время заболел. Но он, несмотря на то, что вылесился и защитил свою докторскую диссертацию. Ну, скажем, это почти для нас, я могу назвать, образовательный какой-то подвиг. Для защиты... Подвиг ради науки. Да, ради науки он защитился и поставил нас еще на более высокий уровень. Валерий Пантелеймонович Кочнев. Это в свое время человек русской национальности. Легендарный человек, который поставил, ну, скажем, образование, науку, ну и чисто практическую деятельность национальных игр наших, национальных спортивных направлений всех на высокий уровень. Вот он всегда стал кандидатом, потом доктором, а доктором наук стал он уже 60 с лишним лет, 69 лет стал. Это же тоже для человека больший возраст, но он вот стал доктором наук. И в последующем он работал до 86 лет, готовил специалистов по физической культуре спорта. Ну, а основу, где мы занимались, это стадион Юность, Манеж, бассейн, наши игровые площадки, все это сделал Кышкин Леонид Николаевич, заведующий кафедрой физического воспитания нашей Якутской госуниверситета. Он бы мог защититься и быть кандидатом, и доктором, на это у него было все. Но он конкретно работал, почему? Потому что говорил, все, что я делаю, оно останется всем, всему студенчеству, всей молодежи, которые здесь будут тренироваться. Какой-то он очень прав. Сейчас вот все его спортивные сооружения, сейчас мы уже 90 с лишним лет, все его сооружения, все служат для развития спорта, здоровья, студенчества Северо-Восточного федерального университета. Да, легендарная личность. Да. Ну, я хотел бы отметить, что, действительно, Якутский госуниверситет внес огромную лепту в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, можно сказать, флагман спорта якутского, поскольку именно с Якутского университета вышло много звезд якутского спорта. И, конечно же, вот кафедра сыграла большую роль в последующем институт физической культуры, поэтому я бы хотел поздравить вас со столетием физкультурного движения в Якутии и поблагодарить всех тех людей, которые работали в стенах Якутского госуниверситета, ныне Северо-Восточного федерального университета во главе с Николаем Ефимовичем Гоголевым. Сейчас институт физкультуры продолжает свою деятельность. Те наработки, основы, которые были вами заложены, они продолжаются. Я также принимал участие в нескольких научно-практических конференциях, которые проходят на высочайшем уровне, и в скором времени там откроется диссертационный совет, идет работа над этим. Я думаю, что это очень важно, поэтому то дело, которое вы начали, Дмитрий Николаевич, продолжается. Я думаю, во второй части нашего разговора мы еще поговорим о развитии физической культуры и спорта в нашей республике. Прошу быть с нами, у нас рекламная пауза. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Профессор доступно о важном». И сегодня тема у нас очень интересная – научно-образовательный потенциал Республики Саха-Якутия в области физической культуры и спорта. Вот мы в первой части говорили о роли Института физкультуры СВФУ, о тех профессорах, которые закладывали основы. Мне бы хотелось сейчас задать такой вопрос. Я знаю, что вы известный ученый и многое делаете для совершенствования физкультурного образования как в республике, так и в целом по модели развития физкультурного образования в Российской Федерации. Вот круг ваших научных интересов, и мне интересно знать ваше мнение, потому что я считаю, что именно образование и наука в сфере физической культуры и спорта закладывают очень многое, потому что, как говорят по жизни, лучше не тратить свои деньги на фармацевт, а тратить свои деньги на совершенствование своей физической подготовки. Как вы вот к этому относитесь? Ведь учителя физкультуры, они превентивно закладывают основы физической культуры для каждого человека, и я думаю, что это очень важно. И те люди, которые не отдают должного значения этому постулату, я думаю, во многом ошибаются, и в конечном счете являются клиентами аптек. Вот вы как следите за своим здоровьем, ну и с точки зрения развития физкультурного образования и науки? Ваше мнение, пожалуйста. Так, спасибо. Я вот даже вот в республике Саха-Якутия, в городе Якутске, в республиканской больнице номер два, у медиков прочитал одну такую цитату, где там написано. Одно физическое упражнение заменяет, типа там, пять или шесть таблеток, и там что такое прямо изречение было. Если вот такое висит у самих медиков, а я знаю, что медики в основном, как только человек заболеет, начинать их лечить таблетками. Ну а сейчас, в современное время, многие же и медики, и так далее, и так далее, стали лечить физическое упражнение. Почему? Потому что, я знаю, почти все внутренние органы, скажем, если они не нашли какого-то сильного воспалительного процесса, они все лечатся физическими упражнениями. Я в этом на сто процентов уверен. Даже вот различные нервные болезни, душевные болезни и тому подобное, да, они все лечатся физическими упражнениями. Почему? Мы же, можно сказать, дитя природы. Никто нам искусственных таблеток, никто не организовывался. Древние люди, скажем, даже вот эти последующие люди, они все лечились физическими упражнениями. Поэтому я всегда говорил, грамотное выполнение физических упражнений посредством дыхательных упражнений – самое главное для человека. Грамотное. Упражнения можно выполнять по-разному. Одно и то же упражнение выполнено по-разному, но грамотное выполнение. Поэтому образование конкретно должно быть связано с научной деятельностью, с научным сопровождением. Спортивная борьба, скажем, да, любой спорт, высший спорт, если он не сопровождается наукой, то тот человек, который занимается им, он долго не будет спортом заниматься, он скоро уже его по-простому, как в спорте говорят, на мусор выкинут и все. Поэтому человеческий организм невещанно. В большом спорте долго ты уже не будешь. А если ты будешь как конкретно в большом спорте должен заниматься, то вот это за своим здоровьем, за своим развитием вы должны конкретно следить. Наши институты, Институт Чараптинской государственной института физико-культуры, Института физико-культуры и спорта, Северо-Восточного федерального университета, большое внимание я хочу дать. Это бывшему школу спортивного мастерства, это центры спортивной подготовки, которые там имеют очень хорошую базу. Конкретно должны в этом деле уделить большое внимание. Когда я работал директором института, я всегда почему-то мечтал все наши научные потенциалы, которые есть. А в данное время, я вот и с Шеропчевым переговорил, и с физико-культурным институтом, и нашим артистам государственным университетом, у нас остепененных преподавателей только своих более 50 человек. Более 50 человек. И доктора наук, и кандидаты наук, и самое главное, защищались они по разным видам спорта. И бокс, и борьба, и национальные виды спорта, и, скажем, вот восточное иноборство. Очень много чисто проводя исследовательскую работу. Вот у меня была мечта соединить их всех в этот научный потенциал в городе Якутске. Создать академию физической культуры. Ну, скажем, вот вместо института физической культуры и спорта, северо-восточного, сделать академию или физкультурный, пускай даже, университет. И все вот это отдельно, вот СУФУ, да, и вот такой университет создать отдельно здесь у себя. Отдельное помещение, ну, пусть под Министерством образования, под Министерством спорта России и так далее. Вот тогда у нас бы развитие по физической культуре, как и образовательное, как и в научной, сделали бы очень большой скотчок. Мы сейчас, по-простому сказать, разобщены. Черопча, скин-институт физической культуры по-своему, он ведомственный спорту, они совсем отдельно, мы совсем институт физической культуры отдельно. Центры спортивные отдельно, вообще также отдельно ходят. Ну, и вот у Силиса Олимпийской резерва, наш артистовый взаимный, тоже совсем отдельно находится. Каждый, как говорится, гребет в свою сторону. Каждый хочет что-то сделать. Нам надо этот потенциал полностью, если хотим, мы полностью на 100% использовать. Вот моя была прямая мечта вот так делать. Я даже говорил, не буду я там ректором, давайте я буду там просто как заведующим и так далее. Станьте, вот кто-нибудь другого поставим и сделаем такой потенциал. Тогда у нас один, ну, а мне спрашивают, а черопча чем будет? Я говорю, давайте мы тогда черопча, скин-институт, сделаем академию или чем-то национальных видов спорта. Как раз там сельские местности, пусть выше, или факультет национальных видов спорта, все равно она ничего не потеряет. Но там, в сельском местности, конечно, намного лучше бы национальные виды спорта, намного лучше бы привились. Вот, в данное время у нас вот почти шесть своих, пять-шесть докторов, кандидаты наук. Ну и каждый, как говорят, в своем промежутке времени, при становлении, при какой-то вид спорта, когда у нас началась развиваться, или какую-то специальность, мы приглашали всегда из центральных вузов ведущих докторов. Сейчас то же самое происходит, и каждый вот этот ученый из центральных вузов внес определенную левту в развитие физической культуры нашей республики. Сейчас вот я очень, как бы, со стороны, сейчас смотрю, Николай Федорович Гогулев, вместе с Никитой Васильевичем Никифоровым и своим коллективом, сейчас они стараются открыть дистанционную советную. Открытие бы это дало бы тоже большой скачок в научном развитии нашей республики. Я, в какой-то мере, тоже это очень жду, что это произойдет. Ну и, конечно, тогда бы вот прямо подготовка была бы в самом городе Якутске. Ну и в любое время, когда приходят, собираются умы в одном месте, то в этом регионе уже уровень научной деятельности самого к собой уже поднимается уже на высокий уровень. Вот это было бы очень, конечно, хорошо нам. Ну, конечно, вот сделан огромный скачок. Раньше мы не могли хвалиться, вот 50 остепенённых, да? У нас вообще на пальцах одной руки можно было почитать остепенённых. Тем не менее, вот сегодня, благодаря усилиям, которые были приложены, в том числе и руководством университета, руководством республики поддерживалось. Вот мне бы хотелось, значит, следующий вопрос. Вот вы являетесь председателем Общественного совета при Министерстве по физической культуре и спорту уже ряд лет. Вот какую роль выполняет Общественный совет, и что значимого сделано через Общественный совет, на ваш взгляд? Ну, Общественный совет – это рекомендательный орган, который даёт по тем или иным вопросам рекомендацию и Министерству спорта, ну, и всем организациям, ведомствам, где у нас занимаются физической культурой и спортом. Я уже, скажем, уже четвёртый срок, ну, буду работать. Да-да, уже 15 лет поработали. Не-не, там два года идут. А, два года. Два года, да. Ну, я бы, может быть, не согласился бы работать председателем Общественного совета при Министерстве, потому что это, в какой-то мере, тут нужно всё знать, в какой-то мере, да, знать, не только знать, но там же сидят в Общественном совете очень такие массивные специалисты тоже, которые тебе одним словом тоже могут тебя посадить, куда захотят. Поэтому ты их тоже должен, с ними тоже должен уметь разговаривать. Почему? Потому что меня-то, я согласился в связи с тем, что я до этого более 10 лет работал президентом СССР, а потом председателем студенческого союза. В 2003 году меня избрали, когда работал министром Гуляев Михаилом Дмитриевичем. И я уже был и в Политбюро, в этом Оргкомитете Российского союза России со всеми с ними работал. И там уже в какой-то мере уже понабрался, конечно, и определённого опыта, определённого опыта разговаривать, находить что-то. Но, в последствии, когда мне предложили работать, я согласился, выбрали. И сейчас мы работаем. Основная работа, конечно, здесь те вопросы, которые сейчас наболевшие вопросы у нас в Российской Федерации по развитию и образования, и науки, и чисто спорта, которые в данное время стоят. Россия, которая приходит к нам в республику Саха-Якутия, сперва мы рассматриваем общественным советом. Даже исходя от министров, заместителей, начальники отдела выступают у нас. Мы разбираем, сперва смотрим, что здесь приемлемо для нашей республики, что неприемлемо, что в какой-то мере, может быть, мы неправильно излагаем, чтобы внедрить. И уже рекомендательно даём по этим основным вопросам свои мысли. От этого, от этих наших рекомендаций, ну, конечно, пользуются нам. Мы же, не мы, не зависимый орган. Там все независимые люди от министерства спорта сидят, но уже компетентные люди. Вот у нас там разделены, там и сидят и социологи, там и психологи сидят, там и наши ветераны, хорошие научные работники, и образователи, и педагоги хорошие сидят. Поэтому конкретно там и учителя физической культуры, конкретно мы там всё разбираем от Адаяна. Разбираем вопросы, если какая-то проблема стоит образовательной деятельностью с уроками физической культуры в школах. Мы уже начинаем, если к нам поступило письмо, мы тоже разбираем, приглашаем из Министерства образования, начальникового дела, вплоть до заместителей министров, они к нам приходят, не только отчитывается, а в каком смысле, может быть, мы неправильно письмо поступило, они начинают нам объяснять и так далее. Но если что-то есть, мы им тоже вот какие-то рекомендации свои даем. По проблемам развития спорта, детского спорта, мы очень хорошо помогали. Мы вплоть даже писали к нашему главену от общественного совета, когда вот дети Азии, по виду спорта, когда был в Сахалине, там не было, не успели даже приобрести инвентарь, не успевали. Ну вот, я думаю, какое-то наше письмо помогло. Может, с опозданием, но приобрести весь этот инвентарь. То есть, те проблемы, которые стоят и стоят перед обществом, которое к нам поступает, мы на них стараемся реагировать, ну и помогать. Даже вот по коррупции, которая идет на тех или иных вопросах. В тот раз я был участником онлайн нашего собрания Министерства общественного совета, Министерства спорта России, там конкретно разбирая по коррупции в своих ведомственных организациях. И очень жестко разбирали. И всем нам предложили, что вот у себя так же конкретно берем. Ну, мне как-то и не хочется так резко смотреть, потому что я знаю, что у нас такого сильно не должно быть. Дмитрий Николаевич, вот у нас сфера спорта, она чрезвычайно интересная, многограммная. И то значение, которое занимает физическая культура и спорт, ну, здорово влияет в целом на общество. Да, и наш общенациональный гидер Владимир Владимирович Путин сам это очень хорошо понимает, являясь мастером спорта, ну и издал соответствующий указ в ноябре прошлого года о духовно-нравственном развитии, сохранении традиций российского многонационального народа. Но в то же время со стороны Международного Олимпийского комитета идет определенная, так сказать, политизация спорта, что недопустимо. Пьер де Кубертен же не случайно писал вот о спорту, где говорил о спорте мир, о спорте справедливость. Вот с этой точки зрения вы посещали несколько Олимпийских игр, насколько я информирован. Вот ваше мнение на сей счет, очень коротко. Ну, насчет того, что политизация спорта идет, оно и должно быть. Политика совсем это отдельная сфера, спорт отдельная сфера. Просто это воспользоваться той положением, да, о том, что это может повлиять на политику страны, они вот просто приспосабливают к этому спорт. Это совершенно неправильно. Спорт совсем это отдельная когортка людей. Я был участником как турист, так? Ну, и даже вот в Пекине, может быть, мы не как туристы, а мы ездили туда как специалист. С министром Михаилом Дмитриевичем когда-бы мы смотрели спортивные объекты, чтобы у нас это было развитие и так далее, да? Ну, Дмитрий Михаилович, я хочу отмечить, что, к сожалению, время передачи у нас завершается. Я хотел бы искренне поблагодарить за такой чрезвычайно интересный разговор, который был посвящен физической культуре и спорту. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, дружите со спортом и будьте здоровы. Ну, и со столетиям физкультурного движения в Якутии. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваше участие. Это было очень интересно. И я думаю, для наших телевизорителей и радиослушателей тоже.